Лабытнанги участвуют во всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, который был организован по поручению Владимира Путина и впервые проведен в 2018 году. Тогда вызвал большой интерес и поддержку регионов и муниципальных образований. В связи с этим было принято решение конкурс сделать ежегодным, уже в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». В администрации состоялась презентация проекта, который будет представлять Лабытнанги, и развернулась настоящая проектная мастерская, когда каждый желающий мог нести свои предложения и пожелания в облик города. Репортаж Ирины Волокитиной. До завершения приема заявок на всероссийский конкурс осталось чуть больше месяца. Проект создания комфортной городской среды, разработанный лабытнанскими специалистами, был предварительно согласован с горожанами. Мы вот таким образом тоже решили привлечь наших людей, наших жителей к тому, чтобы не остаться равнодушными, они чтобы знали, что у нас планируется, и дали свои предложения по наполнению, и, может быть, какие-то интересные идеи мы обязательно включим в проект. В рамках предполагаемой реконструкции Бульвара Победы будут приведены в порядок зеленые насаждения. Появятся велодорожки, скамейки с подогревом, малые архитектурные формы. Городской поэтессе Веронике Богдановой проект нравится, но как человек творчески решила к уже имеющейся возле ЗАГСа карете добавить лошадь, о чем и написала на стикере. Место действительно знаковое, место красивое, место популярное для прогулок людей. И вот там, возле ЗАГСа, хотелось бы добавить малых архитектурных форм. Вот стоит карета, и было бы, допустим, вполне справедливо, если бы у этой кареты появилась ложь. То есть дополнить таким движением, динамикой, это будет и красиво, и правильно. И вообще справедливо, чтобы это место зажило новой жизнью, стало более красивым, вписалось в какие-то современные реалии, стало более зеленым, более одухотворенным. Свои предложения мог внести каждый желающий. Все участники творческой мастерской могли оценить представленный проект. Либо лайк, либо дизлайк. Это просто замечательно. Мы просто приближаемся к Европе, где муниципалитеты работают именно по такому принципу. Все могут высказаться и, в общем-то, решают как раз голосование горожан о благоустройстве города. В случае победы на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, лабетнанцы получат финансирование из федеральной казны. До этого за два года было отобрано 160 проектов победителей, которые успешно реализуются в 63 субъектах федерации. На конкурс мы выходим уже третий год. С каждым годом наш проект усовершенствуется. Мы всегда учитываем замечания, которые мы получаем в конечном итоге. То есть, если, допустим, в самый первый год мы вышли на втором этапе, то есть на следующий год уже в третьем. И, то есть, так вот наша ступень повышается. Надеемся, что в конечном итоге мы выиграем этот конкурс и у нас произойдет реконструкция нашего бульвара Победы. Прием заявок на конкурс завершится 31 января. Оценка проекта федеральной комиссии продлится до 1 марта. Ирина Волокитина, Евгений Садыков. Программа «Время местное». Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...